Ученым Казанского федерального университета удалось вырастить редкое растение. Эксперимент с клонированием начался в 2020 году. Доцент КФУ Вадим Прохоров и его коллеги из Института фундаментальной медицины и биологии два года работали над сбором материала, подбирали питательные среды, создавали условия культивирования и выращивали семена. И вот только сейчас наричник теневой удалось клонировать. Проблема была в том, что для клонирования нужны живые части растений. и решили собрать материал в природе, то уже была поздняя осень, и, видимо, те части, которые зеленые удалось собрать, они оказались непригодны. Были собраны семена, и схожесть очень плохая оказалась. То есть удалось несколько растений из этих семян всего вырастить. И уже потом из вот этих пророщенных семян, из этих растений, которые получились, был взят материал для клонирования. То есть вот такой, поэтому получился такой достаточно длинный период. Редчайший вид, наличник теневой, растет по берегам ручьев, выхода родников и грунтовых вод. Единственная известная популяция прорастает на территории русско-немецкой Швейцарии. Но ученые опасаются, что капризное растение пострадает от благоустройства заповедника. Ведь при строительстве может измениться гидрологический режим. Существует опасность того, что эта популяция как-то пострадает или даже исчезнет. При благоустройстве этой территории особое внимание уделяется тому, чтобы не навредить. Есть целая группа активистов из местных жителей, которые тоже активно участвуют в сохранении этой популяции. Казанские активисты планируют высадить редкое растение в трех участках, чтобы посмотреть, приживется ли оно. На реке Казанке, в питомнике вдоль дренажного канала и также на территории русско-немецкой Швейцарии. Амир Сабиров, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова